привет всем солнечного острова тенерифы сегодня у нас главная новость это зацвел гибискус и поскольку эта красота имеет непродолжительное действие я решила сегодня начать именно с этого события хотя он еще не набрал этот цветок свою полную силу он гораздо крупнее вот сейчас он такого размера видите но процессе дня он еще подрастет я знаю потому что он у меня уже цвел вот видите вот эта коробочка семенная коробочка я все их убрала оставила только одну чтобы показать как он формирует семена но семян в этой коробочке мало вот я как-то их собирать не хочу поэтому я эту коробочку тоже щипну ведь у него еще два бутона впереди но ждать как бы конечно хотел чтобы он зацел весь одновременно но я не знаю они скорее всего даже не завтра распустятся а этот уже может к тому времени завязь потому что он цветок гибискуса именно вот такой вот он цветет но чуть больше суток вот такой маленький у меня кустик видите молодой но он уже красиво цветет и бутоны завязываются и завязываются на всех веточках даже на этой такая красота у нас сегодня и посмотрите еще как продолжает цвести как раскрывается в полон в начинает набирать мощь петуния зодиак и вот миленькая петуния такая у нас красота сегодня и меня конечно очень радуют наши лобелии потому что они очень очень пышные но очень пышные сегодня все цветочки подкормила все они получили дозу минеральных и как еще как они называются еще натуральных удобрений красота сегодня буду сажать ананас у нас дал корешки ананас покажу тоже так смотрите переключаемся сегодня мне нужно посадить ананас который уже пустил корешки посмотрите корешки у него я не снимала процесс как мы его отрезали от ананаса но это было где-то с месяц назад то есть вот за месяц увидеть какие корешки пустил такие достаточно крепенькие уже можно сажать вот приготовила я уже кашпо сейчас пересажу посмотрим как он будет расти ну вот посмотрите посадила я ананас как-то он немножко не по центру получился но я уже не стала его перетыкивать корешки не тревожить такой вот биосубстрат универсальный я использую здесь перегной кокосовое волокно и агроперлит не люблю кокосовый как-то много волосатый какой-то но он хороший хороший грунт у меня практически все растения в таком подобном грунте растут посмотрим как он будет у нас развиваться наш ананас такая прелесть переключаемся на сегодня ветер ничего не видно и знаете вот океан и небо слились одно что хотела сказать вот это ящерка который я говорила оказалось что это настенный геккон и он оказывается вот так вот да и иконы здесь живут по домам бегают по стенам охотятся на насекомых всяких мух ловят тараканов если есть а тут тараканы кстати вот такого вот размера и огромные видела один раз вот поэтому в полезное животное в доме эти мои цветы сейчас очень-очень жарко у нас эти дни жаркие 30 29 градусов поэтому я все цветы которые на ярком солнце находятся я их заношу где-то на 45 часов домой сюда вот ставлю на пол потому что перегреваются кашпо даже петуни они не боятся солнца им хорошо на солнце но кашпо на солнце не перегреваются перегреваются корни в общем них они хорошо у меня из этого одна петуни и погибла и хлорозом заболели несколько поэтому я заношу как только они уху чуть-чуть подрастут и закроют собой кашпо от солнца тогда уже можно будет их оставлять комар укусил прямо за кончик носа ну вот так вот такие сегодня новости сейчас собираемся едем по острову гулять виды смотреть сниму вам потом покажу пока 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 до новых встреч